Здравствуйте! Я Надежда Бочкарёва. Я занимаюсь производством носочной продукции и это мое дело. Бочкарёва Надежда Константиновна. В 1983 году закончила факультет легкой промышленности отделения трикотажного производства Ульяновского политехнического института. В этом же году устроилась работать на Оренбургскую фабрику пуховых платков в должности инженера-технолога. Карьера Надежды Бочкарёвой росла стремительно и уже в 2012 году она стала руководителем Оренбургской носочной фабрики. Здравствуйте, Надежда! Спасибо большое, что пригласили. Слушайте, ну вот первое впечатление, конечно, очень серьезное. Как пришла в голову идея заняться производством чулочной носочной, как я понимаю, изделий? Да, вот вообще, как вы к этому пришли? Потому что, в принципе-то, бизнес, ну, в наше время такой неординарный. Все чего-то попроще выбирают. С меньшей конкуренцией со стороны соседней. Ну, скажем так, у меня достаточно приличный опыт в сфере легкой промышленности. Мне предложили поучаствовать в новом проекте. Я смотрела, идея меня заинтересовала, понравилась и вот попробовали. Изучили, соответственно, вот этот сегмент этой продукции и поняли, что это достаточно прибыльная и высоко востребованная продукция. Вот насчет прибыльности и высоко востребованности. Я сразу, вот, у меня в голове встает одно слово из пяти букв в Китае, да? Насколько сложно бороться с китайскими конкурентами, которые считаются дешевыми, да? Очень дешевыми. Или же вы выбираете какую-то свою нишу, где вы с ними не пересекаетесь? Скажем так, вот в настоящий момент нам, конечно, сложно конкурировать, потому что Китай это достаточно дешевая, ну и, скажем, прям заполонила рынок этой продукции. И в сегодняшнее серьезное такое экономическое время, нелегкое, люди выбирают, к сожалению, все-таки сторону цены, а не качества. Но, скажем так, у каждого продукта свой покупатель. Мы выбрали все-таки сторону достаточно высокотехнологичного оборудования. Оно требует достаточно дорогого сырья, то есть очень тонкого, прочного, которое у вас требовано людьми, скажем так, среднего уровня достатка и более высокого. Хорошо, давайте просто называть чулки и носки. Это чулки и носки, которые вы производите. Кто является, ну, во-первых, надо понимать основной сегмент, какой вы попадаете, и, во-вторых, кто является основным потребителем. Это российский рынок, может быть, ближнее зарубежье? Ну, скажем так, и российский бизнес, рынок в том числе. И Казахстан очень много берет у нас. Вот на территории Оренбургской области, наверное, в связи с тем, что как раз заполнена китайская продукция, дешевая и совершенно некачественная, да, даже вредная, есть у нас автовый покупатель, достаточно крупный, который распространяется в соседних областях. Вот. И мы участвуем в государственных поставках, в тендерах для производства Министерства внутренних дел, для детских домов, домов престарелых, кадетских корпусов. Очень большой востребованностью пользуется наша продукция, потому что она очень качественная. Я вот вашу продукцию, один экземпляр уже утащил. Из чего, вот, например, данный конкретно носок, из чего вы его шьете, из чего вы его производите? Связан. Связан, связан, хорошо. Из чего он связан, в какой, например, ценовой сегмент он попадает? И главный вопрос. Откуда берете сырье? Мы, вообще, у нас очень серьезное отношение к сырьевому составу наших изделий. Основная масса носков вяжется чистый хлопок, гребенной. Мы берем и в Узбекистане, берем в Таиланде, берем в Турции. И берем для дорогого сегмента очень тонкий, интеллигентный носок для людей с высоким уровнем достатка. Мерсельзионный хлопок итальянский. Мы используем также натуральные волокна бамбук, или тенсел, или эвкалипт. Эти носки очень востребованы, особенно вот бамбук, потому что он, скажем так, чуть дороже хлопка, но дешевле эвкалипта. Мы когда бы не подумали, что из эвкалипта, извините, да, можно делать носки. Да, из волокон эвкалипта делают носки. Причем они очень высоко гигроскопичные, то есть впитывают влагу, что актуально в нашем жарком климате. Для вас мужчин, которые ходят в красивые закрытые обуви итальянской, страдают, да. Высоко, очень серьезно впитывают влагу. Причем бамбуковые и эвкалиптовые носки в три раза более гигроскопичны, чем хлопок. Ну, считается, что самый, так сказать, природный натуральный стрел – это хлопок. Но вот есть еще новое изобретение – это бамбук и эвкалипт. При этом они, так сказать, не позволяют размножаться бактериям, ну, что, собственно, тоже актуально для мужчин. Не позволяет распространяться запаху. Вот вы мне сейчас прям практически ножом по сердцу режете, да, двумя новостями, тем, что у нас это с одной стороны не продается практически, да, а с другой стороны, что это такая классная продукция. А все-таки, когда вы сбыт отстраивали, когда вы себе предполагали, да, куда продукция будет расходиться, планировали каким-то образом работать с местными торговыми сетями, заходить на местных реализаторов или на федеральном уровне это сделать проще, чем на местном, на нашем? Скажем так, что основная масса продукции у нас идет, так сказать, в распространятии магазинов арендутский пуховый платок. Этих магазинов шесть по городу, у нас с ними договора, там они распространены, то есть в городе они есть, скажем так. Причем сеть Юничелл у нас берет, магнит, соседушка брали, мы для них вязали. Так что, скажешь, совсем в городе наша продукция неизвестна, такого не скажешь. Хорошо, а если говорить об объемах продукции как таковой, на какой объем вы вышли сейчас и, в принципе, насколько ваш бизнес масштабируем, то есть вот будет у вас заказов в два раза больше, сможете в два раза больше сделать? Ну, скажем так, при каждом заказе мы, конечно, просчитываем свои возможности, но в данном случае мы вышли как раз на плановые мощности. Мы выпускаем до двух миллионов парносков в год. Два миллиона? Два миллиона парносков в год, да, это жестко и стабильно, мы это знаем, что мы это выполним. Вот, сходя из этих вот... Это серьезные цифры. Я смотрю, у вас станки, не просто станки, такие серьезные оборудования, оборудование итальянское. Вы мне только скажите, пожалуйста, вы успели его закупить до того, как курс рубля упал, а, соответственно, евро и доллар вырос? То есть не попали вы вот в этот провал, на который жалуются многие ваши коллеги? Мы закупили в самое удачное время. Если вот в тот период, это был конец 11-го, начало 12-го года. Поэтому там, помните, там 36 рублей был доллар, но мы попали за евро, скажем так. Там, ну, достаточно, сравнивать с сегодняшним периодом времени и финансовыми вот этими катаклизмами, это был вот очень удачный период. Хорошо. Оборудование итальянское, весьма себе специфическое. Сразу вопрос встает, вопрос персонала, да? Персонал нам нужно как минимум обучить, и это оборудование нужно поддерживать. Вот здесь как у вас выстроены отношения с этими, с итальянскими партнерами коллеги? Нам очень повезло с нашими производителями оборудования. Во-первых, весь персонал, и я в том числе, прошли стажировку в Италии на предприятии производителей этого оборудования. Люди очень адекватные, очень контактные, исключительно доброжелательные относились к нам. И до сих пор сервисная поддержка исключительная. Мы в любой момент можем по скайпу с ним соединиться, общаться. У них русскоговорящая переводчица. В любое время суток можно общаться с людьми, которые нам подскажут, что делать и как делать. Потому что вы правильно заметили, достаточно серьезное оборудование, электронное, компетизированное. Программа составляется на компьютере, переносится на электронный носитель, сюда задается. То есть модель носка, дизайн носка, все, сюда задается, она уже автоматически все выполняет. У вас поэтому и на производстве, я смотрю, на народу работает не так много, как, например, это можно было бы себе представить на каком-нибудь старом еще советском производстве. Да, потому что автоматизировано, полностью автоматизировано оборудование. Вы видели сначала это вязание, переносится на узел зашивки, то есть китлевки. Наше оборудование настолько высокотехнологичное, что с одновременным вязанием второго носка, первый носок зашивается. Чем, собственно, преимущество оборудования этой фирмы в том, что носок у нас без шумной технологии. Вы уже изучили один рынок, да, чулочно-носочных изделий, а наверняка же попутно узнаете что-то про рынки сопутствующие. Ну, не знаю, там, майки, шорты, еще что-то. Нет ли планов расширяться вот не вертикально, а по горизонтали открывать новые производства? Ну, скажем так, план-то у нас громадье, но об этом мы лучше умолчим, в тайне. Это удержим, так сказать, потому что конкуренты, они же не дремлют. Это оставим. Но у нас есть планы на то, что мы к осени собираемся приезжать в новое здание. Специально построено под нас. Там будет, ну, просто исключительно комфортабельные условия, как для персонала обслуживающего, так и для работы оборудования. Предполагается система аспирации, то есть постоянного давления воздуха, что просто необходимо для качественного производства продукции. Тем самым мы снизим количество брака, ну, значит, снизим себестоимость. Взаимоотношения с государством. Насколько вам просто или сложно работать с государственными контролирующими органами, фискальными и прочим? Ну, скажем так, мы же работаем только первые три года, то есть как бы особо-то такого какого-то контроля, ведь контроль в данном случае только если по жалобам или каким-то там особенным сигналам. В этом смысле пока все нормально, слава богу, все спокойно. Но если говорить о взаимодействии с местными органами, то помощь-то нам нужна, но взаимодействия пока нет с местными органами власти, я имею в виду. То есть вы плываете сами, да? Как можем, да, мы плываем сами. Сколько производств вашей работы? С 12-го года, с ноября 12-го года. Три года, скоро будет три года. А каким вы видите свою предприятие, свою компанию через три года? Еще через три года, условно там в июле 18-го? Ну, я надеюсь, что мы будем расширяться. Тем людям, которые на сегодняшний день для себя мучают вопросом начинать свое дело, открывать, не открывать, вот им бы вы что порекомендовали, посоветовали, может быть, а может быть, наоборот, начали бы отговаривать. Вот задумался, и что делать в первую очередь? В первую очередь думать, во вторую считать, считать, а потом думать. И если начал делать, то заканчивай и решай. Спасибо, большая надежда. Я надеюсь, мы к вам приедем, когда вы переедете в новое здание. Ну и на всякий случай условимся еще на июле 18-го года. Потому что приехать и посмотреть, что у вас за эти три года изменилось, будет очень интересно. Будем рады видеть вас, мы всегда рады гостям. Думать и считать, считать и думать. Согласитесь, вполне себе девиз. Вот такие у нас предприниматели, которые обыгрывают китайцев на их же поле, пусть даже и с итальянской помощью. Если вы хотите рассказать про свой малый бизнес или узнать о том, как открыть свое небольшое дело, пожалуйста, пишите нам на электронный адрес «Это мое дело» собакабк.ру. Мы будем счастливы, если кто-нибудь из вас рано или поздно с гордостью скажет «Это мое дело».